Чуть больше недели остается до начала нового учебного года. 1 сентября в школах прозвенят первые звонки. Ребятня вернется после каникул за парты. К этому моменту образовательные учреждения готовились все лето. Ремонтировали классы, рекреации, приобретали новые оборудования и учебные пособия. В этом году на ремонт и подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было выделено более 17 миллионов рублей. Сумма небольшая по сравнению с объемами финансирования в прошлые годы, но средства успели освоить. Очень много новых теневых навесов появилось в детских садах. Сейчас мы на территории 15-го детского сада. Здесь отремонтированы все шесть теневых навесов. Новые теневые навесы у нас появились в 12-м детском саду, в 48-м детском саду. Значительно изменилась инфраструктура дошкольных образовательных организаций, потому что на учебные расходы закуплена новая мебель, новые дидактические пособия, замена покрытия пола во многих группах и спальных помещениях проведена во многих детских садах. Поэтому мы говорим о том, что наши учреждения готовы к новому учебному году. Яркий пример тому – 48-й детский сад. Этим летом здесь поменяли напольное покрытие в музыкальном зале, отремонтировали среднюю группу, приобрели новую мебель, столы и кровати. Частично обновили мебель и в 19-й школе. В ряде классов теперь новенькие парты и шкафы. Большой объем работ проведен и в первой городской школе. Новыми красками сияет столовая и спортивный зал. Есть чем похвастаться и второй школе. В этом году она отмечает свое 55-летие. Хорошим подарком к праздничной дате стала замена напольного покрытия на всех трех этажах здания. Это обошлось бюджету в полтора миллиона рублей. Работы по реконструкции образовательного учреждения будут продолжены и в будущем году. Сегодня можно говорить уже о следующих этапах реконструкции этого учебного заведения. Здесь необходимо еще в самое ближайшее время, перед ближайшими учебными годами, заменить полностью окна, отремонтировать фасад и кровлю. Все это будет сделано поэтапно. А вот спортивный зал второй школы решили отремонтировать уже в этом году. Сегодня специальная комиссия лично смогла убедиться, что работы проведены качественно. Условия для занятий физкультурой и спортом создаются и в сельских школах. В этом году в Третьей Алокуртинской и Одиннадцатой Зареченской отремонтируют спортивные залы. Продолжают наводить лоск и в девятой школе. Технический персонал моет окна, обновляет информационные стенды. Глобальных работ в учреждении в этом году не проводили. Исключение – косметический ремонт в нескольких классах и оборудование зала для занятий хореографией.